здравствуйте дорогие друзья опять у меня новый проект не получается у меня снимать видео схожей тематики постоянно моей идеи бросает меня в разные стороны как и в этот раз на просторах интернета и того же ютуба не раз натыкался на такую тему как гидропоника она кстати в последнее время набирает обороты вплоть до создания как бизнес идеи такой бизнес я не планирую запускать но идея без грунтового огорода в домашних условиях меня очень вдохновила для начала необходимо разобраться что такое гидропонная установка в двух словах гидропоника это способ выращивания растений на искусственных средах без почвы вместо грунта растения получают питательные вещества из раствора который подается корням возникает вопрос зачем мне это ну это интересно создать мини огород и по-хорошему получить результат виде урожая без химии и нитратов которые сейчас повсюду на полках магазина хлопот с ним минимум полот не нужно поливать тоже сама система будет работать на автоматике в общем минимум внимание и максимум удовольствия от результата идеи изготовления гидропоники дома в интернете хватает но они все какие-то незаконченные или недосказанные нету более подробных описаний как собрать расчет материалов в общем вроде информация есть но ее мало для изготовления гидропонной установки сходу с одного видео прочитав достаточное количество статей и форумов а также посмотрев с десятки видео пришел к своему видению гидропоники в квартире первое что нужно решить это место установки так как семья у меня увеличивается и все комнаты плотничком заняты место для мини огородов было выбрано на балконе он свободен а также имеет частичный доступ к солнечному свету так как находится с восточной стороны в идеале я бы хотел разместить гидропонику в свободной комнате чтобы получать урожай круглый год но к сожалению у меня свободные комнаты нет далее необходимо определиться с материалом самой гидропонной системы где непосредственно будут находиться растения решение было практически сразу принято это обычные канализационные трубы 110 диаметра с ними легко работать и на них самая дешевая цена от минваты я отказался во первых она дорогая и может образоваться гнили далее каркас всей установки опять же изначально рассматривал два материала это металлопрофиль для кипсокартона или обычный деревянный брусок 5 на 5 сантиметров решил использовать металлопрофиль поперечный 60 на 27 миллиметров 3 метровой длины я решил что мне будет с ним проще работать так как доступная цена и меньше мусора при сборке если вы решите тоже собирать каркас из металлопрофиля то обязательно берите толщиной 6 миллиметров 4 миллилитровый будет слабоват теперь необходимо определиться с проектом конструкции и нанести его на бумагу хотя бы как я черчением я не сильно дружу нужно решить сколько ярусов у вас будет построиться под размеры комнаты учитывать тип размер канализационных труб и переходников для уменьшения запилов и траты лишнего материала также если у вас будет несколько ярусов нужно заранее решить какие у вас будут растения чтобы определиться с расстояниями между ярусами поэтому не торопимся и хорошенько все продумываем для себя решил сделать установку в два яруса конечно хотелось бы три так как хочется посадить побольше растений и обхватить необъятное на верхнем ярусе будет у меня установлена труба длиной 750 миллиметров с одной стороны заглушка другой угол на нижнем ярусе будет педестал на который ляжет закольцованная конструкция из двух труб 750 миллиметров и четырех угловых отводов снизу всей конструкции будет установлена емкость для раствора и с помощью насоса раствора по шлангу подается на верхний ярус далее по трубе стекает на нижний ярус и заполняет его и далее обратно в бак принцип моей конструкции понятен если что-то не поняли то в процессе сборки получите больше информации для самой сборки мне понадобится материал 3 трубы 750 миллиметров 5 угловых отводов 1 заглушка и 4 металлопрофиля контейнер строительный на 40 литров саморезы прокладки силиконовые стяжки 2 штуцера с гайкой трубка силиконовая на 12 миллиметров 2 метра к этим штуцерам и еще одна двухметровая трубка на 8 миллиметров для насоса горшки для рассады один побольше он станет в угол верхнего яруса и поменьше 20 штук немного запасом и обязательно нейтральный клей герметик по инструменту шуруповерт ножницы по металлу угольник карандаш рулетка уровень и электролобзик и еще забыл упомянуть электрооборудование сюда входит светодиодная лента длиной 5 метров с блоком питания брал на алиэкспрессе бюджетный вариант с хорошими отзывами присутствует красный и синий цвет соотношение 4 к 1 также компрессор воздушный аквариумный для аэрации раствора в контейнере шланг 4 миллиметровый 1 метр и камень для создания мелких пузырей последний и немаловажный элемент это насос или более правильно назвать помпа водяная с очень хорошими отзывами о долгом сроке службы помпа на 12 вольт поэтому к ней также нужен блок питания важный параметр помпы это ее возможность поднятия жидкости на высоту до 3 метров что мне хватит даже с запасом кстати такие насосы часто используются для дачных фонтанов все это с алиэкспресса ссылки смотрите под видео материал и инструмент подготовлен пора переходить к сборке прежде чем работать с металлопрофилем и трубами необходимо их тщательно протереть сухой тряпкой от заводской смазки особенно профили вот так выглядит тряпка после протирки всего одного профиля вся высота конструкции составляет полтора метра а ширина один метр поэтому двух профилей не хватит для того чтобы сделать заднюю стенку с помощью рулетки отмеряем нам нужную длину карандашом делаем метку угольником отрисовываем ровную линию и ножницами отрезаем все вроде просто как я резал и прикручивал каждый профиль рассказывать не буду так как это долго и бессмысленно а просто буду показывать отдельные моменты на которые необходимо заострить внимание периодически делал надрезы ребер жесткости чтобы качественно соединить профили между собой далее с помощью угольника состыковываем два профиля для создания ровного угла и прихватываем саморезом вот так в сборе выглядит задняя стенка моей конструкции верхний профиль и специально прикручен так чтобы туда внутрь можно было приклеить светодиодную ленту это сделал для того чтобы свет побольше фокусировался по центру и меньше светил по сторонам и соответственно в глаза следующий профиль расположил наоборот чтобы вовнутрь можно было установить канализационную трубу для устойчивости а снизу на профиль приклеить ленту и опять же все в обратном порядке как бы свет должен немного рассеиваться так как ему нужно покрыть две канализационные трубы на нижнем ярусе и в таком положении он не будет также светить в глаза из-за малой высоты и еще этот профиль немного повернул во внутрь конструкции опять же для более правильного рассеивания света следующую перекладину прикрутил просто для создания платформы для нижнего яруса и последнюю прикрутил боком здесь задумка в том чтобы конструкция была по луже так как внизу будет контейнер и он должен стоять плотнее к задней стенке так как нижний ярус делается в ширину по контейнеру блин наговорил так что и сам запутался задняя стенка пока болтается в разные стороны нет устойчивости но это пока кстати как видно заранее выявил тройнинг для питания электрооборудования нужно пройтись немного по размерам ширина 1 метр и высота полтора метра как я ранее говорил расстояние от пола до верха каждой перемычки 150 сантиметров 90 сантиметров и 33 сантиметра соответственно далее изготовил переднюю стенку прямоугольник с внешними размерами 150 на 33 сантиметра высота нижнего яруса подстраивалась под высоту контейнера формула такая высота контейнера 22 сантиметра профиль грубо 3 сантиметра сверху и снизу и запас зазор на 5 сантиметров чтобы можно было достать контейнер для обслуживания и последние более сложные зарезки это изготовление пяти перемычек для соединения двух стенок между собой длина каждой перемычки 45 сантиметров опять же длина перемычек рассчитывается исходя из ширины контейнера теперь нужно соединить стенки между собой здесь кстати и пригодился маленький уровень собирать конечно одному не очень удобно много мучений но все же получается главное не спешить после сборки вся конструкция стоит надежно и не болтается в разные стороны вот так выглядит каркас моей гидропонной установки каркас собран пора переходить к подготовке труб вот здесь первым делом необходимо определиться с расстояние между нашими растениями на трубе 750 миллиметров отняв кусок на зацепление с углом можно разместить пять или четыре горшка на трубу решил не жадничать и просверлить только четыре отверстия и правильно сделал при пяти отверстиях растением будет очень тесно расстояние по центрам между отверстиями получилось 20 21 сантиметр на трубе очертил прямую линию и сделал метки где будут установлены горшки далее из картонки вырезал трафарет отверстия и отрисовал круги на трубе под каждый горшок как вырезать отверстия за это я долго думал и решение со временем пришло сожалению не само пришлось посмотреть других блогеров с помощью сверла и того же шуруповерта просверливаю отверстия и далее лобзиком по кругу прорезаем процесс не быстрый но эффективные единственный минус лезвие лобзика при резке сильно нагревается и пластик за ним плавится и склеивается между собой поэтому потом ножиком нужно немного подрезать места склейки после края каждого отверстия я обработал напильником отверстие готова горшок на месте пришлось еще помудохаться с углами резко отверстие забрало больше всего времени в процессе сборки а вот так выглядят все просверленные отверстия далее все трубы собираются в две отдельные системы стыки перед сборкой промазываются герметиком и после сборки все стыки снаружи и внутри промазываются для герметичности так как бак с водой расположен снизу и в нем будет установлен насос то по шлангу 8 миллиметров вода будет подниматься верхний ярус на другом конце трубы также просверливается отверстие только не самого низу а немного сбоку во-первых чтобы в трубе собрался небольшой уровень воды и чтобы торчащий штуцер из этого отверстия не упирался в металлопрофиль далее по шлангу 12 миллиметров вода перетекает в нижний ярус распределяется по трубам и на противоположном конце сливается обратно в бак так сказать замкнутый цикл штуцеры вкручиваем через силиконовую прокладку только снаружи для герметичности опять же все смазываем герметиком и шланг садим на хомут пока герметик сохнет подготовлю свет ленту сплошным куском не получится приклеить поэтому придется ее резать по специальным местам и припаять между собой порезал на 6 кусков получила 4 куска по 80 сантиметров и два куска по 90 сантиметров далее по три ленты на ярус спаял между собой и между ними впаял кабель 70 сантиметров лента клеится на двухсторонний скотч который уже приклеен к ней да кстати пришлось прикрутить две планки толщиной почти сантиметр чтобы повыше на них легла труба так как на угловых отводах есть выступы и они упираются в боковые планки поэтому центр необходимо немного приподнять свет питается от блока питания далее по кабелю подается на первый ярус три ленты еще по кабелю на второй ярус и там тоже три ленты свет смонтирован можно установить трубы на место верхнюю трубу креплю стяжками соединенными между собой в количестве четырех штук конечно же можно было купить стяжки большей длины но они стоят очень дорого нижнее кольцо из труб пока просто укладываю на площадку крепить ее или нет решу потом далее необходимо установить контейнер в которой на двухсторонний скотч креплю насос и подключаю к шлангу подачи воды устанавливаю воздушный компрессор и в принципе можно запускать систему подготовку и посадка рассады выложу уже в следующем видео так как это и так затянулось но пробный запуск по-любому сделаю сейчас с простой водой во первых проверю все соединения на герметичность во вторых смоется заодно вся грязь заливаю воду и запускаю насос одной рукой неудобно все насос запущен и вода побежала наверх заполняют верхнюю трубу стекает на нижний ярус теперь заполняются нижние трубы и через штуцер стекает обратно в контейнер все работает кстати на форумах читал что рация возможно и не обязательно ее можно заменить естественным переливом когда вода падает вниз она сама немного обогащается кислородом в принципе гидропонная установка готова можно высаживать растения подведу итог вложился ли я в 50 долларов или нет как видно по таблице результат практически совпал в следующем видео расскажу как я подготовил стаканчики чем их наполнял как сажал рассаду подготовка раствора и первые всходы теперь вопрос к специалистам пожалуйста поделитесь универсальной формулой гидропонного раствора своими руками а если у вас остались вопросы то не стесняемся задаем их под видео и я постараюсь ответить на каждый из них на этом видео окончено всем спасибо за просмотр не забываем подписаться на канал обязательно ставим лайки всем пока